В руках повестка дня, которая состоит из 29 вопросов. В начале заседания исполнительного комитета предложений и дополнений не было, поэтому сразу перешли к делу. Первый докладчик Николай Зинич, начальник управления ЖКХ Белгород-Днестровского. Речь шла о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и других социальных сфер на осенне-зимний период 2016-17 года. Создан оперативный штаб, глава штаба, который будет контролировать ход выполнения мероприятия. Поэтому я прошу поддержать этот проект решений. Совсем недавно на пресс-конференции Михаил Волканов рассказывал, что отопительный сезон прошел успешно, а сейчас активно ведут ремонтные работы. В сегодняшнем проекте решений указан план мероприятий по подготовке к холодному сезону и для коммунального предприятия Белгород-Днестровск-Водоканал. В основном это замена аварийных участков в водопроводной системе. ЖО-1 тоже не останется без дела. Им предстоит ремонтировать крыши в некоторых домах, приводить в порядок подъезда и устранять неполадки в электрощитовых. Есть план работ и у городского центра благоустройства. В общем, коммунальщикам этим летом скучать не придется. Кроме этого, члены исполкома вернулись к вопросу о теплощетчиках и поддержали проект решения, предложенный Николаем Зиничем. Проект решения исполкома по принятию до коммунальной властности вытрат на упровождение технологических и коммунационных правил для вопреки споживания полной энергетических ресурсов тепловых мережек. За кошты государственного бюджета в новом году были закуплены приборы теплощетчики и установлены в наших домах 6 приборов учета. За монтажом выступал УКС облдержадминистрации. Они прислали нам акт премиопередачи и документацию, но там были несоответствия. Это было еще в конце прошлого года. Несоответствия, какая сумма, которая была выделена или прошла по сессии областной рады, и сумма, которая была предоставлена в документах, они отличались. Поэтому мы дали замечания. Сессия областной рады в апреле месяце внесла изменения. Поэтому мы выносим на исполкоме погоджие и вынесли на сессию, чтобы принять коммунальную властность и передать на баланс теплокоммунного энергетика и счетчики. После чего утвердили и титульный список строительства контейнерных площадок в городе. Как отметил Николай Зинич, на выделенные деньги в сумме 400 тысяч гривен планировали обустроить 22 таких места. Но посовещавшись на комиссиях и рассмотрев все предложения от коммунальных предприятий и городского центра благоустройства, горожан и депутатов несли некоторые изменения. Теперь их будет 31, а заявлений было больше 100. И этот проект решений тоже поддержали. Об остальных вопросах, которые рассматривали на этом заседании члены исполкома, узнаете в наших следующих сюжетах. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.